всем здоровенько друзья хочу рассказать историю одну тоже про афериков вспомнилось на 15 короче был за бараком в ответе когда пацанята занимались ну аферами нормальная порядочная пацанята туда-сюда короче какая ситуация произошла изначально просыпаемся то все подходят ко мне ряд таляша там заблокировали твоих 150 косарей на карточке говорю шо такое я сдурел немного ну то личные бабки мои были но дело не в этом я говорю шо такое в чем проблема шо произошло ну уже тогда начали наступать на пятки короче блять эти отдел по кибернетике до открыли специально отдел это на 15 тогда на то время был бум и ваш или везде и в яме и в буре короче где только не и башили но не давали непорядочным работать по той причине шуну дурили и блять всячески только блять мусора обогащались больше никто пользует это никакого нет никакой не было там где все было под присмотром людей но опять же это зависит от каждого человека у меня было все четко наху пацанята работали везде все и общак и везде все красиво было ну то такое дело не в этом говорю шо будем делать давай что-то решать маму отправлять это в банк в чем проблема короче мама идет к банкам а тут что-то там ну посмотреть еще раз может что-то не но неправильно и пришло ну заблокировано по-любому все ее там подкручивают ласты то все а мамка помогала короче мамка одного пацаненка помогала снимать эти бабки но обналичивать их я еще у меня как чулок было врус ними пусть наличка лежит этот проявил сам инициативу закинул но я просто у меня постоянный расход был бабок то туда-туда короче блять налягал их но и он блять не посчитал ну не то что не посчитал нужен видит что у меня идет оборот что проще чтобы мамку не гонять проще закинуть на карточку уже в телефонном режиме и башить да и тут принимают маму как раз приехали в черновцах открыли самый первый отдел по киберпреступности они еще только начинали меня дергают мусора штаб до пятнадцатая блять николаевич блять светенко опер такой был блять старший опер но там потом поменьше отрядники блять говорят толяша то все сейчас приедут короче пиздец что это а приедут они уже приехали они уже блять через этот конверт проходят я их вижу в окно выбегаю короче бегу на отряд отряд один закрытый перелажу через другой ну через блять и ну решетки эти перелажу блять на другой барак с другого на свой ну короче они уже вот-вот входят в локалку забиваю на отряд быстро блять телефон и пособирал блять все в кучу они на третий этаж подыматься но у меня немного времени было они пиздуют с этим с прибором короче ебашит прям ко мне блять в нару ну там долбоеб один закинул мне под подушку телефон нахуя я же в то все в основном позабирал ну может он не успел там ну короче телефон это блять вещдок ебать то есть телефон все пацаненок какой-то едет однозначно блять ну добалтывают срок короче блять забиваю все смог все кулек зацепил они уже вот-вот выходят я блять в пвр блять на шторе на второй этаж на другой отряд перелажу блять это все сбивается прихожу к себе на отряд вижу у меня там в купе тоже шухер то все этот с телефоном а ряды выше мы у тебя нашли под подушкой говорю да мне похуй а вы у меня под подушкой могли только полу его такую найти блять да и все смотри там такая лопата лежит но они говорят мы знаем что это не твое все на коране были уже осведомлены они уже ехали проработали все просто шо очень большой оборот бабок был ну и в то же время растормаживали зону нормально да блять я мужикам тоже ремонт блять сделал наху перекрыл крышу всю блять и и уезжали постоянно блять с туберкулезом каждую осень ну короче то все хуйня заходят они этих всех пацанят дергают кто у них там на заметке был то все но телефоном нету они рассчитывали с этой хуйней прийти и телефоны будут но им потом нашли телефоны вафлисты сука другие повпихивали потому что они ехали как раз целью чтобы развиваться этот кибер отдел только начинался и но у них не было средств то все и они ни с кем не шли не решать им нахуй не надо разрешение какие-то в зону не разрешение блять хуярили на пролом а за ними только лягавые бежали 0 вы переживали потому что тоже имели блять где-то какие-то козы и бозы нахуй шифровались тоже молотили было как раз такое время бум блять этих афер да и потом меня находит а то блять дергают лягавые в штаб эти уже отвалили блять дергают меня лягавые в штаб говорят то ляша то сё говорит блять принеси телефоны блять говорит нам будет спокойнее если они у меня у нас будут я говорю мне спокойнее когда они у меня варю блять но это такое все вообще врю их нету все уже давным-давно сгорело блять короче блять иду нахуй оттуда дергаю блять смотри сначала иду на отряд забираете все телефоны в кулек на беру молоток с собой никого ничего не предупреждая в маячу смотри лузы лагерем блять говорю идем нахуй на кочегарку короче заходим на кочегарку я высыпаю эти все телефоны а там лопаты такие одна лучше другой блять пиздец ну как раз для работы и начинаю молотком ебашить д д д д говорю видишь вот это короче все блять что было у меня его эту кочегарку хуяк закинул горит уже все ну говорю если будь нахуй тебя эти интересоваться блять это за лагерем был пацаненок короче говорю ты видел блять где оно все чтобы не было там меня не не катали нахуй там отдай не отдай ну ему нахуй я в эти игры не играю но были такие что и отдавали отдай телефон и все будет нормально ну блять мы шо в дурдоме это делюга и не одна и не одна делюга оттуда бабки капали везде кругом блять где порядочные люди занимались этим блять никто не обогащался блять все было по уму у меня шурша целая стояла забитая приколами всякими сигаретами чаем движуха помогали тоже из киева помогали нормально да вот такое вот время было интересно фактом что потом прошло время немного дернули пацаненка чья мама и его перед выбором поставили говорит вася ты или ты или мама ну короче естественно и он еще пару человек блять уехала зоны человека 3 уехала они им блять понакидывали блять всякой хуеты ну даже отстрелять нельзя было я блять и бабки предлагал и все на свете так они мамку забрали в черновцы с собой потом этого этапом привезли ну как подписал он все мамку выпустили а этого по этих пацанят повезли этапом блять на черновцы блять там разворачивать эту всю петрушку интересно кстати там нормально подобалтывали срока блять по 7 лет наху по 6 кому 5 мне блять интересно где кто сейчас ну знаем блять началась эта война ебаная беспонтовая блять не сука блять по пропадали все блять концы вся движуха на хорошие ребята были да и вот так вот бывает жизни блять такие моменты надо быть сюда готовыми невзирая не на шоу и блять не вестись на легавых потому что легавые могут нормально стелить блять в оконцовке марганцовка блять у самого куча головняков блять в подозрении у мужиков блять однозначно блять может никто не будет говорить ну тем не менее между собой разговоры будет это такого допускать нельзя да и вот так вот там пацанята над покрытым поехали кому что да болтали кого на лагерь какой-то свезли сейчас узнаем мне самому интересно стало я вспомнил вот так вот но то что они хотели сделать изначально блять и шли с этой цели у них не получилось ничего благодаря все блять шторит прочной так друзья не забудьте подписываться спасибо всем кто поддерживает кто подписался всем здоровья крепкого вам близким и подписывайтесь колокольчик дзиндзилынь а мы будем работать чтобы было все намного лучше и интересней всем крепкого здоровья хорошего просмотра а так все четко